Медиахолдинг Тверской проспект продолжает масштабный проект, посвященный анализу тенденций на современном рынке тверской недвижимости. Напомним, каждую неделю наш телеканал отвечает на наиболее частые вопросы от зрителей, которые касаются выбора, продажи или покупки жилплощади. Напомним, за последние несколько недель мы посетили ряд крупных жилых комплексов нашего города, чтобы составить объективную картину того, из чего сегодня состоит рынок тверской недвижимости. На этот раз съемочная группа Тверского проспекта отправилась в ЖК «Медовый» от Тверского ДСК. И не случайно. В редакцию нашего телеканала обратились тверетяне, которые приобрели квартиру в этом жилом комплексе. Правда, о своем выборе им пришлось сильно пожалеть. Почему, расскажем прямо сейчас. Вот, лезет из-под плентусов. Здесь, везде. Тверетянин Герман Петров показывает то, во что превратилась его новенькая квартира по прошествии всего лишь полугода после покупки. Плесень в углах, на стенах и косяках, на подоконниках и в ванной. Квартиру, которую тверская семья приобрела осенью прошлого года в жилом комплексе «Медовый», захватил грибок. Ждали с женой первенца. Нужна была отдельная квартира. Стали рассматривать что-то такое. Хотелось за городом, чтобы потише. Посмотрели разные районы. Сюда приехали, все устраивает. Природа с ребенком хорошо. Однако все хорошо было недолго. Не успели супруге заехать в новую квартиру. Повсюду начала образовываться плесень. Ну ладно, раз вытерли. А потом осень, сырость уже. Там октябрь отопления не давали. Она нас уверяла из управляющей компании. Сейчас говорит, отопление дадим, все просохнет, все будет у вас отлично. Ну и вот дали отопление, еще хуже все. Сырость полезла. В итоге со злополучной квартиры в ЖК «Медовый» семье Петровых пришлось съехать. Вместо квартиры приобрели бочку меда с ложкой плесени. Грустно шутят супруги, переиначивая старую русскую поговорку. Сейчас молодая семья снимает жилье, при этом они продолжают выплачивать ипотеку. Сумма за 40 квадратных метров однокомнатной квартиры в ЖК «Медовый» сама по себе не маленькая, рассказывает глава семьи. А для молодой пары деньги и вовсе огромные. Впрочем, несмотря на все расходы, для Петровых куда важнее здоровье их ребенка. Ведь проживание в квартире, захваченной грибком, может крайне негативно сказаться на самочувствии малыша. Об этом, в частности, говорят специалисты. Человек контактирует со спорами гриба, и это вызывает аллергию, сенсибилизацию, как это говорят. Проявляется это аллергическим ринитом, бронхиальной астмой. Иногда очень тяжелой. В популяции где-то процента 3 населения страдает такого рода аллергией. Среди людей, страдающих уже заболеваниями, до 20%. То есть достаточно большой доля пациентов имеет такую сенсибилизацию. При этом, добавляет специалист, времени на то, чтобы проявилась аллергическая реакция, нужно крайне мало. И чем больше очаг грибковой инфекции, тем опаснее длительное нахождение в помещении для людей. Семья Петровых уверена, при строительстве их дома были допущены грубые технические ошибки. Сейчас супруги намерены через суд добиваться от застройщика Тверского ДСК возмещения средств на ремонт. Удастся ли это сделать, покажет время. Между тем, наш телеканал обратился за комментариями в Тверской ДСК. Там нас перенаправили на Тверской проектный институт, который разрабатывает проекты домов для домостроительного комбината. Генеральный директор Тверского проектного института Людмила Чудесенкова пояснила, что сырость и плесень в квартирах ЖК Медовой могла образоваться из-за того, что после сдачи дома, еще до заезда жильцов, долгое время окна были закрыты. Вентиляция квартир не осуществлялась. А за это должен отвечать застройщик. Готовят к сдаче, естественно, застройщик. Вот кто? Это производитель работ. Значит, кинподрядная организация. Подрядная организация, которая производит строительные работы и готовит к сдаче дома, она должна, естественно, просмотреть на помещение. Иными словами, конструктивные особенности вентиляции в такого рода домах не позволяют надолго закрывать окна в квартирах, по крайней мере, первое время после сдачи объекта. Однако были ли оповещены об этих нюансах жильцы? По их словам, нет. Одновременно с этим в обилии шумной рекламы Тверского ДСК ни в одной из них не упоминаются такие важные факторы, как особенность планировки или работы вентиляции. Вместе с тем отметим, что ситуация, в которую попали герои нашего сегодняшнего материала, далеко не редкость. Напомним, не так давно наш телеканал рассказывал историю Тверской семьи Ивановых. Они приобрели квартиру в блочном доме в ЖК «Молодежный», также от Тверского ДСК. Через несколько месяцев выяснилось, что в купленной квартире невероятно сыро. От этого по стенам поползла плесень, начали отваливаться обои. Из-за этого появились уже другие проблемы. У нас маленький ребенок, только появился ему всего лишь полтора месяца, и он из-за плесени начал чихать. Ну и мы испугались, и, соответственно, тут же приняли решение о том, что нужно продавать эту квартиру. В итоге, по сути, только что приобретенное долгожданное жилье молодой семье пришлось продать. От покупателя проблемы, обнажившиеся в квартире, скрывать не стали, а потому при продаже сильно проиграли в деньгах. Как рассказывают Ивановы, уступить пришлось порядка 300 тысяч. Словом, жилые комплексы от Тверского ДСК — это, судя по отзывам многих жильцов, далеко не про качество. Это про холодные и сырые квартиры, про плесень на стенах. И касается это как многоэтажек, так и малоэтажного строительства. Почему так происходит? Почему такие дома, построенные по устаревшим технологиям, сдаются? И кто их принимает? Эти и другие вопросы мы задали представителям управления государственного строительного надзора. Именно этот орган должен заниматься контролем над строительными объектами. О том, какие ответы мы получили, расскажем в следующих наших сюжетах. Вместе с тем мы продолжаем ждать ваших историй. Если у вас есть вопросы, касающиеся недвижимости, или вы столкнулись с личностью над добросовестным застройщиком, который не сумел сдать вовремя или сдал дом существенными недостатками, звоните в нашу редакцию по номеру 4822-300-341. Или присылайте нам сообщения по адресу newssobakatipi.tv.ru. Мы ждем ваших историй, пусть ваш опыт поможет другим не ошибиться в таком ответственном вопросе, как выбор жилья.